Они выживали в нечеловеческих условиях, без нормальной еды, крыши над головой и тепла. Многие навсегда были разлучены со своими семьями. Над малолетними узниками концлагерей ставили опыты, брали кровь для солдат вермахта, сжигали в печах крематория и травили в газовых камерах. Но, несмотря на этот ад, были те, кому удалось выжить и вернуться на родину. Ни в одной истории мира мы никогда не видели и не слышали, чтобы уничтожение детей было внецено в гранх элемент политики государства. И только фашистское государство осмелилось умерть лет ничем не повинных людей. За годы войны было построено более 14 тысяч концентрационных лагерей. Там побывало около 18 миллионов заключенных из 30 стран мира. Среди них полтора миллиона – дети из СССР. И только 500 тысяч из них смогли вернуться обратно живыми. Наша основная, самая главная задача, как у поколения победителей, нести эту память, передавать эту память из поколения в поколение, чтобы появлялись такие замечательные монументы. Бодрости духа вам, здоровья, будьте всегда с нами. И воспитывайте нашу молодежь ежедневно, не только на уроках мужества. Мы должны сделать все, чтобы эта память жила и не допустить никогда возвращения фашизма. Установить большой монумент в память о несовершеннолетних узниках фашистских концлагерей на Аллее Славы давно мечтали члены общества бывших несовершеннолетних узников Ленинского района. С 2013 года этим вопросом занимался председатель общества Николай Родионов. Всего лишь месяц не дожил он до осуществления своей мечты. По словам скульптора и автора монумента Василия Селиванова, работа далась ему нелегко. В фигуре изможденного мальчика читается одновременно и противостояние, и грусть. Но невозможно испытывать жалость к этому человеку, обладающему такой огромной силой воли и сильным духом. Много работал над образами святых, много работал над образами великих поэтов, композиторов, героев России. Но этот образ мне дался особенно тяжело. Но я вложил сюда главный, наверное, смысл человеческого существования – это преодоление и духовное противостояние. В этот день было сказано немало слов благодарности всем тем, кто боролся и выстоял, кто сохранил память о тех страшных событиях и передает ее следующим поколениям. Он ребенок, отчуп с перламутром и глаза, не по-детскому, взрослые, стал каким-то особенно мудрым в лагерях, посидевший подросток. Всего в концлагерях погибло более 10 миллионов человек, половина из них – граждане нашей страны. Их светлую память почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов к монументу. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.